Продолжение следует... 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 Доброго дня, я Аня. Наши группы пощастили, потому что у нас был человек, и такие у нас были противоречия. Женка же хочет свое рассказать, а у человека тоже своя думка. Это было видно и в нашей группе, и мы это видим, потому что я впервые поступаю в других группах. Во-первых, на нашу группу сборюются земляни с удовольствием. Другая мета, возможно, приходится на первую. Задоволение потребует поклонение, любовь, взаимодополнение одинаково, и также самореализация общества, как женщины, так и мужчины, потому что жить только такими семейными ценностями невозможно. Каждая людина должна иметь еще свой особистый простор для реализации своего творческого потенциала. А также в современном суспільстве немаловажливо это комфортное проживание человека и женщины. Комфорт у каждого есть свое понятие комфорта. Для кого-то это комфорт психологический, для кого-то это чисто финансовый, побутовый. Но мы имеем все право на исключение. И еще раз повторюсь, целое створение в семье для каждой пары, для каждой семьи – это государство. Спасибо. 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 В принципе, вот мы сейчас задумали, когда думали об этом. У создания семьи как какового, когда создания семьи нету целей. А когда ты встречаешь своего человека, у тебя просто есть желание, потребность внутреннее отдавать ему накопленную любовь, радость, делиться с ним этим. То есть, как таковое цели, которые мы берем в реальном, внимании нету целей, они становятся позже, когда уже семья создана, и вы в себе выносили, взращиваете эту любовь, у вас появляется потребность, ну дальше, говорите, это людям, в каком-то хорошем деле это воплотить, чтобы людям пользу приносить. И тогда уже появляются такие как бы цели материальные, шажки, с помощью которых вы будете это делать. Это может быть большое дело, а может быть там у себя где-то на месте, где вы находитесь, да? Ну и вот таким образом и повернусь к цели семьи. Ну, для создания семьи мы думаем, что нет цели, а есть потребность в притяжении, как бы издевать эту любовь. Но в дальнейшем уже, конечно, потребность издавать эту любовь на ребенка и воплотить в нем всю эту радость, любовь и так далее. Ну вот там наши мысли. Это настоящая радость. Дякую. Приемность у нас вывязняется, да, от складов групп, для явностей, членцейкости этих человек, и каких, и тому подобное. Все-таки, все-таки, есть в спирме бачения цель семьи, но и много чего мы видим великие, да? Цели, задачи, цели и миссии семьи, да? Все-таки мы хотели бы поговорить больше про самую миссию семьи, так? И, ну, в наступных частинах просили бы вас более, скажем так, коротко формулировать цель, для того, чтобы мы могли усложниться. А для того, я прошу надати, например, одно слово нашим экспертам, которые, ну, власне, задавались за вопросом, а для чего вообще существует семья? Что бы помогало, что бы играло с нами, что бы умирало, Это было в Михайлах три года. Для чего нужна семья? Чтоб звонить, любила себя про мозги и любить их. Пара, скажи, а что тебе дает семья? Ну, мы с тобой с помощью твоей играть. Ну, я скажу. Я не рада, не рада. С кем? С кем? С семьей. Папы, мамы и детей. С кем? 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 Розум ставить самим в семьи для женщины на второе место. Я хочу заметить, что физическая красота в семье уже в последнее место, и она также присутствует, но она уже визначно для связывания семьи и женщины, которая самая работает в семье. И, в основном, между способностью быть гарной мамой и физической красотой находятся в третьем месте почувствовать гумору и умение готовить. Ну, абсолютно разные позиции, как мы видим. Мы специально не подбирали украинские и другие опыты, потому что мы приблизительно с вами, делая таки зрители, понимаем, как мы видим, например, понимание семьи. Но в тот же время идеальный муж, идеальный человек. Что нужно, чтобы строить счастливую семью? Чи можем выяснить этот перелик якостей, которые нужно, чтобы строить идеальную семью? И в нашей семье мы увидели, что, например, я видел идеальную дружину совсем не так, как моя дружина видела идеального человека. И идеальная дружина в ее понимании мы абсолютно разные. И через это выникали у нас много разных непорозумений. И могу сказать, что, конечно, человек и дружина – это абсолютно два разных цвета, которые в семье находятся поруч. И найти этот ланцюжок, который их поедает, это, наверное, и есть наибольшую, наверное, таемницею и загадкой счастливой. Ну, это вот наше особенное бачение в этом вопросе. А вас бы я хотел спросить, ну, в основном, про качество. Причем, давайте, возможно, попрацем в группах, и прямо с места, чтобы не потратить час на группы, голосом, потому что, понятно, что они будут у всех на 80% сходить. Поэтому давайте додавайте что-то, что не прозвучит в попереднюю группу. Я пропоную пять хвилин для идеального, не идеального, а счастливого, скажем так, властливости человека и дружины, для сохранения счастливой семьи, счастливого. Потому что наша задача стоит работать самая так короче. Пять хвилин. А-а-а, все юный. О, последний. А-а-а, все юнаяraiка, остальные люди, А-а, все, любовь, до этой женщины. Вед정을 идет к списку, а-а, все акции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...